друзья мои всем привет сегодняшнее видео будет посвящено гибридизации самец щегол самка канарейки я пытаюсь споровать щегла с канарейкой это называется гибридизация то есть получить гибридов канарейки и щегла или щегла и канарейки значит для этой гибридизации я специально отловил даже сначала я купил западок специальную ловушку отловил щегла выбрал ему канарейку но щегла я отловил в феврале примерно конец января начало февраля и вот он у меня живет февраль март апрель май июнь июль 6 месяцев он только сейчас стал более-менее спокойный вот сейчас смотрите на него он прыгает жердочки на жердочку то есть для моего щегла это спокойное состояние потому как ранее когда я снимал вам видео он бился в угол в принципе сейчас немножко было у него это а так вот он уже смотрите адаптировался вот сейчас он в принципе даже пытается кушать семена дикорастущих трав я им положил сегодня у нас суданка цикорий и какой-то неизвестный цветочек и не знаю как называется но я видел что его кушают его и канарейки и щеглы на нем часто клюют в дикой природе наблюдал вот ребята более-менее щегол мой адаптировался так вот я сегодняшнем видео хочу вместе с вами поделиться своим опытом обсудить ошибки чтобы в дальнейшем не не про не повторились эти ошибки почему я говорю в дальнейшем потому как друзья гибридизация это гибрид получать гибридов это не очень это не так просто как допустим разводить канарей канарейка звали гораздо проще а вот как раз таки сегодня мы с вами поговорим о сложности разведения гибридизации значит для некоторые факторы некоторые факторы которые усложняют гибридизацию одним из них и он такой самый будет весомый фактор это поведение ухаживания самца за самкой то есть у кенера свое поведение у щегла свое поведение и вот когда эти поведения разные им сложно спороваться ну и в общем в общем друзья кто бы что не говорил легко это или или сложно гибридизация у меня на сегодняшний день сформировалась мое личное мнение то что это сложно но можно это очень затратно по времени занятия и так для того чтобы вам получить гибридов успешно вам нужен как минимум год ну это будет такая модель сегодня проверенная возможно есть некоторые ребята у которых сразу все получилось там раз поймал щегла он подрос и все было и получилось в общем я расскажу про свой метод про свой способ и что я намерен делать в общем вот этот щегол был мной пойман феврале месяце примерно он был гораздо меньше клюв у него был кстати меньше сейчас у него вон какой шнобель вырос так вот пришла весна самец на самку не среагировал потому что он у меня два-три месяца сидел в стае щеглов там их было восемь штук потом я всю ставлю выпустил затем я этого щегла посадил красной канарейки потом вот этой желтой в общем вся эта каша малаша мной было сделано неправильно надо было сделать иначе а именно так поймал щегла посадил его отдельно в одну клеточку чтобы он там сидел один он успокоится адаптируется перейдет на кормление мое не такое как в дикой природе и вот когда этот щегол уже станет более-менее адекватный в плане поведения и кормления его надо сажать с определенной самкой но вот как тут быть где гарантия что самка будет хорошая он у меня сперва сидел с красной самкой я думал самка хорошая так это самка красная до сих пор вам я сейчас ее покажу вот она эта самочка я посадил ее с желтым самцом ну и толку от этой самки никакого она он сядет на гнездо и сидит мечтает вот она мечтательная самка вот ее самец тут делов нету то есть самка ни о чем ну в общем друзья на этом я думаю не стоит обращать внимание подбираем хорошую самочку желательно такую которая еще не была в паровке вот и значит садим вместе к примеру с осени вот вы с осени садите сажаете своих птиц то есть чтобы вас не запутать если я поймал феврале этого самца то теперь до осени он у меня будет жить адаптироваться понимаете как и вот уже он сидит у меня сейчас с этой самочкой с этой самочкой сидит но если у кого-то будет другие какие-то ситуации очень суть такая вы сажаете с осени с середины осени там с конца осени можете сейчас слетку поймать допустим в сентябре посадить самочкой также с молодой и пускай они сидят у вас до весны вот это время они должны высидеть полностью осень просидеть зиму просидеть и потом когда придет весна вот здесь щегол возможно и сработает возможно и сработает я надеюсь на это и поэтому я этого щегла себе оставил не стала выпускать в общем помимо всего прочего надо учитывать еще такое что условия содержания должны быть более комфортные чем допустим вы держите пару канареек если канарейки ну пара канареек успешно удачно благополучно разводится в клеточке которая составляет длина клетки 50 высота 40 ширина может быть 40 может быть 30 канарейки это нормально а щеглу щеглу с канарейкой делать желательно желательно не прям обязательно все бросились побольше делать хотя бы 80 сантиметров длина или метр вот такая вот клетка будет хорошая то есть не пускай будет метровая клетка и там они будут жить у вас осень зиму весну и должны пойти в порогу ну и в общем пока они будут жить у вас большой клетки щегол не должен слышать диких птиц то есть видеть диких птиц не должен там своих тем более своих самок он видеть не должен а самка канарейки желательно не должна слышать и видеть киноров то есть отдельное помещение что я в дальнейшем и намерен сделать я сделаю вот эта пара у меня сейчас сидит в общем тут по соседству канарейки ближе наверное концу лета останутся они здесь одни тут только попуга и попуга я думаю им особо без разницы канарейки уйдут в другое помещение и я думаю что эта канарейка на следующую весну покажет себя ну по крайней мере у меня будет спокойный кенор а это канарейка ой спокойный щегол а эта канарейка видите себя показала она даже не несется тоже почему-то вот не везет мне в гидридизации с самками какие то попадаются лентяйки в общем большая клетка большая выдержка щегол вырастет адаптируется и пойдет в паровку да есть такое еще есть такое часто встречается что щеглы в первое время когда их самка канарейки ну при гибридизации щеглы садят свою самочку на яйца на гнездо то щеглы разбивают гнездо и заводчики говорят вот все гибридизация типа не получилось надо бросать ребят здесь тоже есть свой нюанс значит наиболее часто в первый год в первый год разведения гибридизации у щегла получается слишком возбуждение большое и он на вот этой своей благодаря своей возбужденности слишком высокой он бьет яйца как на нервной почве или как сказать то есть он бьет яйца то есть такого щегла надо все равно оставлять и дать ему на следующий год шанс и вот когда вы дадите шанс на второй год я надеюсь у вас все получится ну по крайней мере я буду держаться еще ждать так что друзья я думаю что все получится только вы ждать время и получим своих гибридов в принципе по гибридизации самые красивые считаются это гибрид щегла и канарейки они такие же все с красной мордочкой если желтая канарейка то может быть желтоватая или зеленоватая брюшка от оранжевых самочек поет получается розоватая брюшка так что ребятки не отчаивайтесь не вешайте руки я сперва было отчаялся хотел все это дело выпустить ну и потом пообщался с более опытными заводчиками почитал литературу и пришел к выводу что нужно еще ждать да и как-то в комментариях мне писали что вот самки гибридов они никудышные никченые типа их выпускать надо цены они никакой не стоит друзья я узнал одну хорошую новость возможно вы это знали если кто-то не знал вам будет полезно самки гибриды они не поют абсолютно не поют но они хорошие они считаются хорошей на сетке то есть под них можно будет подкладывать яйца и они будут высиживать будут выкармливать птенцов вот есть такая информация сам я это еще не проверял ну я думаю постепенно если у меня удастся вывести гибридов уже не в этом году а в следующем году надеюсь получить от этого самца возможно самку не поменяем вот значит самцы будут петь поют кстати они очень красиво опять-таки на вкус и цвета товарищи нет но поют они красиво вот а самочек попробую как наседок как няне как хочет скажем так вот обратите внимание у моего самца вырос клюв он раньше был гораздо меньше клюв ну я так полагаю взрослее ну в общем друзья учитывая вот эти свои нюансы ошибки которые я допустил неправильно я его одомашнивал неправильно его содержал неправильно его порвал сейчас уже он у меня в принципе стал ручной ну как ручной более спокойно хотел сказать да и теперь с этим щеглом будем работать кстати в конце осени нет в конце лета в начале осени когда разрешат сезон охоты я снова продолжу охоту буду вам показывать ролики охоты того как поймал кого поймал сколько поймал но уже ловленных птиц буду просто выпускать то есть поймал выпустил поймал выпустил кому интересно подписывайтесь будем вместе ловить рассуждать паровать гибридов кормушки делать поилки делать на этом говорю вам всем до скорой встречи продолжение следует этой истории всего всем хорошего успехов здоровья и хорошего настроения всем хорошего успехов здоровья это очень здорово